Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали! С вами Дарья Топузлиева. Отец парфюмерного мира Франсуа Кати, основатель одноименной компании, умер в бедности и одиночестве. И как это часто бывает, безвестному уходу предшествовали мировая слава и звание гения. Франсуа родился в городе Аячино, Корсике. Он рано осиротел и в 7 лет оказался на попечении бабушки. Денег постоянно не хватало, и молодому Франсуа пришлось отправиться в армию. Пару лет парню хватило, чтобы понять, это не его. Кати бросил службу и уехал на обучение к парфюмеру Антуану Шири. Свои первые духи Франсуа создал в 1904 году. Роза Жекмино. Они стали популярны благодаря неуклюжести их создателя. Молодой парфюмер пытался продать флакон одному лавочнику. Франсуа случайно разбил его, и посетители, почувствовав необычный аромат, захотели его приобрести. Спустя всего лишь год Кати смог открыть собственный бутик. Теперь у мастера было место, где творить свои шедевры. А выходили они из-под пера, хотя тут будет правильнее сказать носа, автора с завидным постоянством. Вскоре после открытия магазина Франсуа представил публике аромат Лориган, ставший популярным во всем мире. Ну, может, Лориган и покорил весь мир, но нас у Кати интересует совсем другой парфюм. В 17-м году свет увидели духи шипр. Да, не удивляйтесь, это действительно духи, с ароматом мха, дуба, бергамота, почули, сандала и ладана. Шипр стал не конкретной маркой духов, а целым семейством ароматов, которые имеют общую основу и различаются между собой набором и композицией дополнительных ингредиентов. Среди парфюмеров и знатоков слово шипр давно употребляется в нарицательном значении. В СССР одеколон шипр начала выпускать фабрика «Новая заря», и он заявлялся как полная копия шипр Кати. Что ж, видимо, все же не полная. Зато советский парфюм входил в группу одеколонов класса «Экстра» с содержанием массовой доли этилового спирта не менее 70%. Но вернемся к нашему корсиканцу. Кати первым в мире предложил ввести бесплатные пробы для покупателей. Ему также принадлежала идея выпуска серий с одинаковыми ароматами. К 1910 году компания Кати была брендом номер один в мире парфюмерии. А спустя еще 10 лет самого Франсуа официально назвали богатейшим человеком планеты. За свои заслуги он был избран мэром Аяча. Но не у всех сказок в мире бизнеса хороший финал. Значительную часть своих средств Кати стал направлять на поддержку фашистских изданий и националистических организаций. Это заметно истощило его кошелек. А через несколько лет большую часть денег отсудила при разводе супруга Франсуа Ивон де Барон. Для парфюмера это стало последней каплей. В 1934 году он умер практически в полной нищете. За всю свою жизнь Франсуа Кати создал более 130 ароматов, многие из которых вошли в список самых популярных в 20 веке. Историю для вас рассказывала Дарья Тепузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали!